Девушки отдыхают Не весел сидел, мёду не пил, жареные лебёдушки не ел. Это Ставер Годинович, торговый гость из города Чернигово. Подошёл к нему князь. — Ты чего, Ставер Годинович, не ешь, не пьёшь, не весёлый сидишь, а? И ничем не хвалишься? Ах, правда, ты и родом не именит, и родным делом не славен, чем тебе и похвастаться? — Право слово твоё, великий князь, нечем мне хвастать. Отца с матерью у меня давно нету, а то бы их похвалил. Хвастать золотой казной мне не хочется, я и сам не знаю, сколько её у меня пересчитать до смерти не успею. Хвастать платье мне стоит, все вы в моих платьях на этом перу ходите. У меня тридцать портных, день и ночь на меня одного работают. Я с утра до ночи кафтан поношу, а потом и вам продам. Сапогами тоже не стоит хвастаться. Каждый час надеваю сапоги новые, а обносочки вам продаю. Кони у меня, все златошерстные, овца все с золотым руном, да и тех я вам продаю. Разве мне похвастать молодой женой, Василисой Микулишной, старшей дочерью Микулы Селениновича? Вот такой другой на свете нет. У неё под косой светлый месяц блестит, у неё брови черней соболя, очи, у неё ясного сокола. А умнее её на Руси человека нет. Она всех вас с кругом пальца обовьёт, тебя, князь, и то с ума сведёт. Услыхав такие дерзкие слова, все на перу испугались, приумолкнули. Княгиня Апраксия обиделась, заплакала, а князь Владимир разгневался. Ну-ка, слуги мои верные, хватайте Ставра, хватайте, волоките его в холодный подвал за его речи обидные, прикуйте его цепями к стене, поите его ключевой водой, кормите овсяными лепёшками, ха-ха-ха-ха-ха, пусть сидит там, пока не образумится. Поглядим, как его жена нас всех с ума сведёт и Ставра из неволи выручит. Ну, так всё и сделали. Посадили Ставра в глубокие погреба, но князю Владимиру мало этого. Приказал он в Чернигов стражу послать, опечатать богатство Ставра Годиновича, а его жену в цепях в Киев привезти. Посмотрим, что это за умница! Пока послы собирались, да коней седлали. Долетела обо всём весть в Чернигов, к Василисе Микулешне. Горько Василиса задумалась. Как мне милого мужа выручать? Деньгами его не выкупишь, силой не возьмёшь. Ну, не возьму силой, возьму хитростью. Ну, вышла Василиса в сене, крикнула, «Эй, вы верные мои служаночки! Седлайте мне лучшего коня, несите мне платье мужское татарское, да рубите мне косы русы, поеду я милого мужа выручать!» Горько плакали девушки, пока резали Василисе косы русы. Косы длинные весь пол усыпали. Упал на косы и светлый месяц. Надела Василиса мужское платье татарское, взяла лук со стрелами и поскакала к Киеву. Никто и не поверит, что это женщина. Скачет по полю молодой богатырь. На полдороге встретились ей послы из Киева. «Эй, богатырь, куда ты путь держишь?» «Еду к князю Владимиру послом из Грозной Орды получать дань за двенадцать лет. А вы, молодцы, куда направились?» «А мы едем к Василисе Микулишне, ее в Киев брать, богатство ее на князя перевезти». «Опоздали вы, братцы. Василису Микулишну я в Орду отослал. И богатство ее мои дружинники вывезли». «Ну, коли так нам в Чернигове делать нечего, мы поскачем обратно к Киеву». Поскакали киевские гонцы к князю, рассказали ему, что едет в Киев посол от Грозной Золотой Орды. «Запечалился князь. Не собрать ему дани за двенадцать лет. Надо посла умилостивить. Стали столы накрывать, на двор ельничек бросать, поставили на дороги дозорных людей, ждут гонца из Золотой Орды. А посол, не доехав до Киева, разбил шатер в чистом поле, оставил там своих воинов, а сам один поехал к князю Владимиру. Красив посол, и статен, и могуч, и не грозен лицом, и учтив, соскочил с коня, привязал его к Золотому кольцу, пошел в горницу, поклонился на все четыре стороны князю и княгине отдельно, ниже всех поклонился забаве путятишне. Говорит князь послу, здравствуй, грозный посол из Золотой Орды, садись за стол, отдохни, поешь, попей с дороги. Некогда мне рассиживаться, нас послов хан за это не жалуют. Подавай-ка мне побыстрее дани за двенадцать лет, да отдай за меня замуж забаву путятишну, и я во Орду поскочу. Позволь, посол, мне с племянницей посоветоваться. Вывел князь забаву из горницы и спрашивает, ты пойдешь ли племяннице за Ордынского посла? А забава ему говорит, что ты, дядюшка, что ты задумал, князь, не делай смеху по всей Руси, это ведь не богатырь, а женщина. Рассердился, князь, волос у тебя долог, да ум короток, это грозный посол из Золотой Орды и молодой богатырь Василий. Не богатырь, это а женщина. Он по горнице идет, словно уточка плывет, каблуками не пристукивает, он на лавочке сидит, колено вместе жмет. Голос у него серебряный, руки-ноги маленькие, пальцы тонкие, а на пальцах видны следы от колец. Задумался, князь. Надо мне посла испытать. Позвал он лучших киевских молодцов-бойцов, пять братьев-притченков до двух хапиловых. Вышел к послу и спрашивает, не хочешь ли ты, гость, с борцами потешиться, на широком дворе побороться, размять с дороги косточки? А чего же кости не размять? Я с детства бороться люблю. Вышли все на широкий двор, вошел молодой посол в круг, захватил одной рукой трех борцов, другой трех молодцов, седьмого бросил в середину, да как ударит их лоб об лоб, так все семь на земле лежат и встать не могут. Плюнул князь Владимир и прочь пошел. Ну и глупая забава неразумная женщиной такого богатыря назвала, а таких послов мы еще и не видели. А забава все на своем стоит. Женщина эта, а не богатырь. Уговорила она князя Владимира. Захотел он еще раз посла испытать. Вывел он двенадцать стрельцов. Не охота ли тебе посол из лука со стрельцами потешиться? Отчего же? Я с детства из лука постреливал. Вышли двенадцать стрельцов, пустили стрелы в высокий дуб. Зашатался дуб, будто по лесу вихрь прошел. Взял посол Василий лук, натянул тетиву. Спело-шелковая тетива взвыла, и пошла стрела каленая. Упали наземь могучие богатыри. Князь Владимир на ногах не устоял. Хлестнула стрела по дубу. Разлетелся дуб на мелкие щепы. Эх, жаль мне, могучий дуб, говорит посол. Да больше жаль стрелку каленую. Теперь ее во всей Руси не найти. Пошел Владимир к племяннице, а она все свое твердит. Женщина да женщина. Ну, думает князь, сам я с ним переведаюсь. Не играют женщины на Руси в шахматы заморские. Приказал принести золотые шахматы и говорит послу. Не угодно ли тебе со мной потешиться поиграть в шахматы заморские? Что ж, я с малых лет всех ребят в шашке шахматы обыгрывал. А на что мы, князь, играть начнем? Ты поставь дань за 12 лет, а я весь Киевград поставлю. Хорошо, давай играть. Стали шахматами по доске стучать. Князь Владимир хорошо играл, а посол раз пошел, другой пошел, а десятый пошел князю шах и мат, да и шахматы прочь. Запечалился князь. Отобрал ты у меня Киевград. Бери, посол, и голову. Мне не надо твоей головы, князь, и не надо Киева. Отдай мне только твою племянницу. Забаву путятишну. Обрадовался князь и на радостях не пошел больше забаву спрашивать, а велел готовить свадебный пир. Вот пируют они день, другой и третий. Веселятся гости, а жених с невестой невеселы. Ниже плеч посол голову повесил. Спрашивает его Владимир, что же ты, Васильюшка, невесел? Или тебе не нравится наш богатый пир? Что-то, князь, мне тоскливо, нерадостно. Может, дома у меня случилась беда, может, ждет меня беда впереди. Прикажи позвать гусляров. Пусть повеселят меня. Пропоют про старые года, либо про нынешние. Позвали гусляров. Они поют, струнами звенят, а послу не нравится. Это, князь, не гусляры, не песельники. Говорил мне батюшка, что есть у тебя гость черниговский, Ставер Годинович. Вот тот умеет играть, умеет и песню спеть, а эти словно волки в поле воют. Вот бы мне Ставра послушать. Что тут делать князю Владимиру? Выпустить Ставра? Так не видать Ставра. А не выпустить Ставра? Разгневить посла. Не посмел Владимир разгневить посла, ведь у него дани не собраны, и велел привезти Ставра. Привели Ставра, а он еле на ногах стоит. Ослабел. Как вскочил тут посол из-за стола, подхватил Ставра под руки, посадил рядом с собой, стал поить, кормить, попросил сыграть. Наладил Ставер гусли, стал играть песни черниговские. Все за столом заслушались, а посол сидит, слушает, глаз со Ставра не сводит. Кончил Ставер. Говорит посол князю Владимиру. Слушай, князь Владимир Киевский, ты отдай мне Ставра, а я прощу тебе дань за двенадцать лет и вернусь к Золотой Орде. Неохота князю Владимиру Ставра отдавать, да делать нечего. Бери, говорит Ставра, молодой посол. Тут жених и конца пира не дождался. Пскочил на коня, посадил сзади Ставра и поскакал в поле к своему шатру. У шатра он его спрашивает, а ли не узнал меня, Ставер Годинович? Мы с тобой вместе грамоте учились. Не видал я тебя никогда, татарский посол. Зашел посол в белый шатер, Ставра у порога оставил. Быстрой рукой сбросила Василиса татарское платье, надела женские одежды, приукрасилась и вышла из шатра. Здравствуй, Ставер Годинович. А теперь ты тоже не узнаешь меня? Здравствуй, моя любимая жена, молодая умница Василиса Микулишна. Спасибо тебе, что меня из неволи спасла. Только где твои косы русые? Косами русами мой любимый муж я тебя из погреба вытащила. Сядем, жена, на быстрых коней и поедем к Чернигову. Нет, не честь нам, Ставер, тайком убежать. Пойдем мы к князю Владимиру пир кончать. Воротились они в Киев, вошли к князю в горницу. Удивился князь Владимир, как вошел Ставер с молодой женой, а Василиса Микулишна князя спрашивает. Ай, солнышко, Владимир князь, я грозный посол Ставрова жена, воротилась свадебку доигрывать. Отдашь ли замуж за меня племянницу? Вскочила забава княжна. Говорила я тебе, дядюшка, чуть бы смеху не наделал по всей Руси, чуть не выдал девицы за женщину. Со стыда князь и голову повесил, а богатыри-бояре смехом давятся. Встряхнул князь кудрями и сам смеяться стал. Ну уж верно ты, Ставер Годимыч, молодой женой расхвастался. И умна, и смела, и с собой хороша. Она всех вокруг пальца обвела, и меня, князя, с ума свела. За нее и за обиду напрасную отдарю я тебя подарками драгоценными. Вот и стал отъезжать домой Ставер Годимыч с прекрасной Василисой Микуличной. Выходили провожать их князь с княгинью и богатыри, и слуги княжеские. Стали они дома жить-поживать, добра наживать. А про Василису прекрасную и песни поют, и сказки сказывают. Субтитры создавал DimaTorzok